Мы снова в прямом эфире, у нас в студии Сергей Иванов, член участковой комиссии номер 96, право решающего голоса от Компартии. Итак, это вот тот самый человек, который поймал вбросчика за Единую Россию молодого человека с пачкой бюллетеней. Сергей, полиция и Центральный избирательный комитет ничего не нашли, никаких нарушений в действиях молодого человека. Вы, собственно, как отнеслись к такому решению? Ну, собственно говоря, как, отрицательно я отнесся, потому что, как бы, человек пришел на избирательный участок голосовать с женщиной. В итоге выяснилось, что это его мама, она даже не скрывала этого. За ним, честно говоря, я не говорил этого раньше, за ним следили уже. То есть, когда они туда пришли, на избирательный участок, за ним следили, думали, когда их брать вообще. Вот, ну, я хотел его сначала прямо на избирательном участке, вот, потом я его все-таки выпустил, вот, чуть-чуть он не сбежал от меня, вот, поймал и сказал, значит, этот Лопатин, то, что я обратился к полиции, это неверно, никому я не обращался, я его сам поймал, вот, полиция просто увидела наш конфликт с ним, потому что он хотел убежать, я его сдержал, вот, ну, и далее все. Далее они его взяли, и вот оказалось, что, как бы, он нашел свои бюллетени эти где-то на остановке. То есть, у нас в Саратове, я так подразумеваю, вот, день выборов, к примеру, ты идешь по улице, мимо остановки, и у нас разложены пакеты, вот, с бюллетенями, уже проголосованные, причем там галочки стоят за кого надо. Ну, может быть, это сделано для облегчения голосования гражданам, вот, вы встречали, кстати, такой хоть раз? Круселица? Нет, а, пакеты, пакетно, что было разложено, знаете, я все время хожу и думаю, вдруг найду, ну, никак. Нет, да, а вот, вы знаете, вот этому пионеру как-то удалось убедить Лопатину то, что так и было, и причем всю нашу полицию, вот. Ну, в общем-то, да, целиком, по поводу Лопатина, кстати, это же человек, который приехал из ЦИК, да, из ЦИК, да, в Саратов, расследовать эту ситуацию, ну, и, собственно говоря, вы говорили, что он пытался его оправдать каким-то образом. Ну, конечно, да. А в чем выражалось оправдание? Ну, в том, что сначала вообще разговор у нас состоялся, как бы, продолжительность была около двух часов, я смысла от разговора не получил, не увидел никакого абсолютно, мне там рассказывал, там, какого-то полковника, он знает, который знает капитал наизусть, там. Зачем мне эта информация, не знаю, потом он говорил, что за день облетает четыре города, успевает. То есть, информация вообще, вот, не приближенная даже к теме разговора, то есть, сидели, общались. И в итоге он говорит, давайте забудем этот инцидент, потому что, как бы, ну, посадить его не удастся, и вообще, как бы, к нему никаких претензий нет, потому что у нас законодательство так построено, что его просто не получится обвинить никак. Ну, видимо, галочки-то правильно были ставить, что-что там. Вы в новостях говорили, что, на свободных новостях говорили, что он вам даже какое-то вознаграждение обещал за бдительность, это в чем выражается? Да, ну, обещано, но, как вы знаете, три года ждут, пока ждем. Три года пока не прошло, поэтому ждем. Не, ну, как-то было... Конкретно, в каком эквиваленте, или как это будет, ничего не сказал. На сайте ЦИК, вот, у нас есть, значит, фотография на экране, наверное, написано про этого господина Лопатина, что он сделал неплохую карьеру в партиях. Она же, отечество вся России, единая Россия, руководитель секретариата, секретаря президиума, господи, генерального совета и так далее. Насколько, по вашему мнению, правильно, что человек, который представляет Единую Россию, едет разбираться с ситуацией, когда галочки стоят тоже за Единую Россию? Да, ну, я думаю, это бред вообще полный, потому что, во-первых, он уже соврал то, что нашли у него не 4 бюллетеня и 4 ксерокопии, а 12 бюллетеней, и все проставлены за Единую Россию. Я лично это видел, а он откуда у него такая информация, хотя этот человек даже не присутствовал там, ну, наверное, от себя как-то, ну, вот в чем заключается то, что он его выгораживает. Вы как-то дальше намерены продолжать историю с этим сбросчиком, с тем же представителем ЦИК, может быть, на него пожаловатите? Да, ну, а мне на него что жаловаться? Он же не может его там привлечь к ответственности сам. Ну, Панфиловой пожаловаться на... Панфиловой? Так он сказал, что он от нее лично приехал, и ему нужно доложить о нашем разговоре. Что он ей доложил, я понятия не имею, потому что он ей ничего не мог доложить. Он мне только спросил одну вещь, что вы согласны, что этот инцидент не повлиял на итоги выборов на данном участке? Конечно, я согласен, потому что он не успел сбросить велосипед. Я так вижу, понятно. А в ЦИК есть представители коммунистической партии? Может быть, вам к ним обратиться? Может быть, они там со своей стороны что-то смогут сделать? Может быть, и у меня есть с кем посоветоваться, я подумаю над этим вопросом. Соответственно, решение полиции вы будете обжалователем? Так, ну, я не знаю пока. Пока мы не думали обжаловать все вышестоящие органы, это в принципе можно. То есть, пока не думали? Да, пока не думали. Ну, и напоследок тогда классический вопрос, которым мы обычно задаем всем участникам выборов, которые так или иначе столкнулись с нарушениями. Вот смотрите, очевидная вполне себе история, у которой объяснение одно, и все понимают абсолютно, что происходило, что это были за бюллетени, для чего они и так далее. Полиция не видит ничего, ЦИК не видит ничего. Так может быть, черт с ними с выборами, может и забыть про них, что в них участвовать? Ну, так на это и рассчитано сейчас у нас со стороны правительства, со стороны государства, чтобы как можно меньше явки было. Вот и все. Тут элементарно все. Просто. Ну, а зачем идти? Все равно же обманут. Зачем идти? Да сейчас люди ходят, те, которые как бы еще... Ну, вот вы член комиссии с правом решающего угла. Зачем вам это нужно? Да все-таки справедливость, понимаете, она как бы вот здесь. Хорошо, спасибо большое. Вот, и я хотел бы еще дополнить. Я вот член комиссии УИК с решающим голосом. Лопатин Антон, он член ЦИК. Вот, и вот смотрите, вот чувствуете разницу, да? Какая разница? Получается так. Я ловлю, вот, а он выгораживает. Так кто из нас больше приносит пользу вообще народу? Получается, он выгораживает, а я ловлю. Зачем тогда все это? Он вообще должен тогда, не знаю, взять его там, ну, как он мне сказал там, хочешь, я его сейчас возьму, расстреляю здесь. Я не об этом сейчас, не то, что его расстрелять, но его нужно хотя бы по нашему законодательству наказать его, этого человека, не отпускать так. Ну, там штраф небольшой же за это. Да, ну, смотри, за что. За это конкретно там не просто штраф. А вот их можно вообще ловить пачками. Хотя я ему так и сказал. Следующим выбором я вам поинтересненький ножку покажу. Там просто это, если вы его не поймали в момент сброса непосредственно, это незаконное получение только бюллетеней. То есть, он где-то незаконно получил, там около 2000 штрафов. Да. Вот в чем ситуация. Ну, даже этого нет. Спасибо большое. У нас в гостях был член избирательной комиссии 96, это 83-й школа, Заводский район, справа решающего голос Сергея Иванова, который нам рассказал, как же у нас борются с нарушениями на выборах. Прямо сейчас смотрим «Непреклонская среда» с Александром Глушенко и вернемся в прямой эфир.